Приветствую всех, меня зовут Вера Шаронова, и я вместе с вами продолжаю следовать, как язык определяет то, что мы имеем в нашей жизни. Напомню, что мы, человеческие существа, отличаемся от всего остального мира именно наличием языка. И именно язык в гораздо большей степени, чем мы думаем, и определяет то, что происходит, что мы имеем и с чем мы взаимодействуем. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему не работают просьбы, чего не хватает, чтобы максимально контролировать процесс от того, когда вы озвучили просьбу, до момента того, когда вы полностью удовлетворены, продолжайте смотреть это видео. Пункт первый. Прежде всего, в процессе озвучивания просьбы должна присутствовать сторона говорящего и слушающего. Второй. Необходимо озвучить и свериться по условиям удовлетворения, то есть, как будет выглядеть то, что человек, который излагает свою просьбу, будет удовлетворен. Как и тот, кто излагает свою просьбу, и тот, кто будет являться исполнителем этой просьбы, поймут, что просьба выполнена, что все окей, и процесс завершен. Помимо оговоренных условий удовлетворения, в соответствии со стандартами сообщества, в котором эти два человека находятся, необходимо определиться с конкретным сроком выполнения этой просьбы. Всегда обращать внимание, адресуя просьбу другому, на то, оговорили ли вы срок, в который эта просьба должна быть исполнена. После того, как все договоренности были озвучены говорящим, восприняты слушателем, и говорящий убедился в том, что они были восприняты именно так, что говорящие теперь знают, что необходимо делать, и к какому сроку. Важно, чтобы последовали действия, которые будет выполнять тот, кто теперь стал исполнителем этой просьбы. То есть, проще говоря, согласившись выполнить какую-то просьбу, дав свое слово в отношении того, что я что-то сделаю, Таким образом, я даю человеку, адресовавшему мне просьбу, понять, что теперь я буду предпринимать некоторые действия, которые приведут к условиям удовлетворения. Действую! Обратите внимание на такой аспект, как просьба, помимо всего прочего, создает что-то недостающее на данный момент. То есть, просьба, по сути, является какой-то новой возможностью. Предполагается, что слушающий, то есть тот человек, которому я адресую просьбу, способен выполнить то, о чем я его прошу. Будем реалистичны. Если я прошу человека о чем-то, то я заранее предполагаю, или заранее предполагается на моей обоине, что он способен выполнить то, о чем я его прошу. И эту способность желательно выяснить до того, как вы согласились, или до того, как вы, как говорящий, решили, что вы договорились с человеком о том, о чем вы его попросили. В просьбе также очень важен такой момент, как искренность. Обратитесь к тому мотиву, из которого вы просите человека о чем-то. Вам действительно необходима его помощь? Вы действительно видите важность в том, о чем вы его просите? Можете ли вы этой важностью его заразить? А также важной составляющей просьбы является искренняя ваша способность, как просящая, дать другому искреннюю возможность сказать «нет». Посмотрите для себя. В следующий раз формулируя просьбу, насколько вы искренне в этой просьбе, насколько вам действительно важно то, о чем вы просите, насколько вы искренне позволяете этому человеку сказать в ответ «нет, извини». Важным моментом, закрепляющим просьбу, будет то, что и просящий, то есть говорящий, и слушатель, то есть человек, которому мы эту просьбу адресуем, делятся друг с другом о том, важно ли задуманное для них. И если важно, то почему. То есть это искренний разговор о важности этой просьбы, который тем самым придает значимость тому, что будет делать человек, который будет являться исполнителем этой просьбы. То есть для того, чтобы действия шли эффективно, нам необходимо придать им некоторую значимость. Поэтому в процессе вот этого вот разговора, о том, почему для меня это важно, и воспринимая от того, кого вы просите, его ответную реакцию на то, насколько для него это важно, и почему это для него важно, и тем самым придаете значимость тем действиям, которые ему необходимо будет предпринять, чтобы вы получили то, о чем просите. Надеюсь, этот разговор, хотя и короткий, был вам полезен. Надеюсь, что вы используете его в каких-то ситуациях, в которых отмечаете на себя некоторую неработоспособность, и, возможно, поделитесь в комментариях, что изменилось и изменилось ли. Я также приветствую любые вопросы о том, что не до конца ясно. Удачи и вдохновения во всех ваших делах. Подписывайтесь и следите за обновлениями. До следующих встреч!